Всем привет, ребят! В этом видео я постараюсь очень сильно бафнуть Клоттерфанк. И да, сегодня я не буду его бафать так, как видел его, когда был нубом, а просто бафну очень-очень сильно. Ну что ж, не будем долго затягивать, так что погнали уже бафать. Ну а перед тем, как мы начнем, рекомендую вам подписаться на канал Леха ГД. Он снимает очень интересные видео по Geometry Dash, вам они точно понравятся. Так что переходите по ссылочке в описании и обязательно подписывайтесь. Ну а мы приступим к видео. Ну и первое, что можно сделать, это, конечно же, поставить пилы побольше, примерно вот такие. Далее я хотел бы сделать какой-нибудь тайминг, то есть, чтобы тут надо было прыгать как-то вот так вот. Шипы, или лучше поставим тоже пилу, потому что в этом левеле повсюду пилы, и почему бы не поставить тогда пилу сюда тоже. Тут, я думаю, можно поставить такой шип, чтобы надо было тут небольшой тайминг поймать. Если это, конечно, вообще возможно. О, это возможно. Так, ну погнали тогда дальше бафать. Ну, тут, естественно, Triple Spike. Даже можно немножечко такой раздвинутый Triple Spike сделать. Тут давайте поставим обычный Triple Spike. И вот тут вот, я думаю, можно сделать какие-то тайминги. Вот на этом блоке можно, опять же, повторить вот эту штучку с шипом. То есть, поставить его вот таким образом сюда. Ну а тут сделать какой-нибудь тайминг. На вот этих орбах вполне, я думаю, можно сделать какие-нибудь тайминги. Я думаю, вот так будет нормально. Давайте это все сейчас протестируем. Да, это возможно вполне. Тут, я думаю, можно добавить пилу. Таким образом как-нибудь. Блин, это только 10%, а я уже столько всего бафнул тут. Ну и давайте сюда тоже поставим какой-нибудь такой шип. Чтобы все это у нас было круто. И также, я думаю, можно добавить вот сюда несколько шипов. Вот так вот. Вот в этом месте, я тоже думаю, можно сделать какой-то тайминг. Так что давайте просто возьмем вот эту часть и поставим вот сюда. Это, походу, невозможно. Вот, теперь пришло время бафать вот эту вот часть. Ну первое, что можно сделать, это, конечно же, увеличить эти пилы. Не знаю, насколько, но можно их увеличить. Да, это норм, в принципе. Можно даже еще попробовать. Тут вот, я думаю, можно поставить эту пилу как-нибудь поближе сюда. Да, это возможно все-таки. Ну и эти пилы тоже надо увеличить. Тут можно опять же увеличить пилы. И сделаем вот тут какие-нибудь тайминги. Вот так, я думаю, будет нормально. Далее, этот кораблик. Но его можно будет прям супер сильно бафнуть, потому что тут есть вот эти штуки. Вот так вот пока что получается этот кораблик довольно-таки сложный. Он не просто довольно-таки сложный, он пипец какой сложный. О, я, кстати, прошел эту часть. Ну, а дальше я его еще не бафал. Ну вот, эту часть я бафнул, даже добавил немножко таких вопросительных знаков. Ну, сейчас, в принципе, могу вам ее показать. У меня сейчас включен спидхак, так как без него я, если честно, не могу эту часть проходить. Ну, это, в принципе, была суть. Видео бафнуть прям очень сильно. Так, это вообще возможно? А, да, это возможный момент. Потом тут надо вот сюда, здесь пролететь. Ой, я случайно не там полетел. Вот, все. Вот так вот эта часть теперь выглядит. Теперь давайте бафать шарик. Тут, я думаю, можно сделать какой-нибудь тайминг. Далее, я думаю, тут тоже можно сделать на орбах тайминги. Даже, я думаю, можно еще больше сузить проходы. Главное так, чтобы это было не совсем невозможно. Да, вот таким образом-то это будет еще сложнее. Далее, тут можно еще много чего бафать. Например, вот тут вот точно можно поставить еще парочку шипов. Вот сюда вот. Далее, вот тут, я думаю, можно сделать какой-нибудь спам. А то везде эти тайминги, а спамов ни одного тут не было. Так что давайте сделаем тут спам. Да, нормально. Можно, в принципе, его немножечко усложнить, сделав его вот таким. Да, это возможно. Я думаю, вам не особо интересно смотреть весь процесс бафа, поэтому я довольно много всего буду вырезать, как я бафаю. И, наверное, под конец каждой части показывать, что я, собственно говоря, бафнул. Ну вот, шарик я, наконец-таки, добафал. И давайте покажу вам, что тут. Тут тайминг, потом тут тайминги на орбах. Тут такой спам, потом тут тоже тайминга два. Тут жесткие тайминги вот здесь. И потом вот здесь вот тоже такие тайминги. Тут тайминг, тут тайминг. Ну а вот эти вот орбы я не стал бафать, потому что, ну, я просто не знаю, как их бафнуть. Теперь переходим к кораблику. На кораблике, я думаю, можно будет сделать, конечно же, стрейт флай какой-нибудь такой жесткий. Также можно использовать, я думаю, будет орбы какие-нибудь. Тут опять же поставить шипы. Ну и тут, я думаю, тоже можно будет поставить шипы. Да и вообще их можно будет поставить абсолютно везде, повсюду. По... где угодно, везде, повсюду, где... Кстати, орбы можно использовать еще и вот таким образом. То есть не так то, что нам надо на них нажать, а так, что надо как раз-таки их избегать. Наконец-то я бафнул вот эту часть корабля. Она просто ужасная получилась. Вот, смотрите, какая она. Она реально практически невозможная. Я даже это с трудом со спидхаком прохожу. Ну и теперь дальше буду бафать вот эту часть. Ну и так же, как и в предыдущей, поставлю, конечно же, тут шипов. Также пил, наверное, как-нибудь. Ну вот, этот кораблик я бафнул. Даже немножечко разнообразил тут геймплей тарелкой. Просто так захотелось. Ну и вот так вот он выглядит, собственно говоря. Я его бафнул не так сильно, как вот этот маленький, но все же довольно-таки сильно. Теперь я буду бафать вот эту вот часть. Ну тут, я думаю, можно сделать как-то вот так вот. Вот таким образом. В этом месте дальше я, если честно, не особо знаю, что бафнуть. Ну, в принципе, можно сделать тут, наверное, шип еще один. А что, если оставить этот шип и поставить сюда вот такой орб? То есть нам надо будет поймать тайминг на орбе, чтобы перевернуться. Давайте попробуем так именно сделать. Не, ну это тоже очень сложно, но по сути возможно. Блин, опять шифт запал. Почему? О, да, это возможно все-таки. Так, ну далее, я думаю, тут тоже нечего особо бафать. А вот здесь можно немножечко усложнить данный тайминг. Тут можно, конечно же, раздвинуть данные шипы. Далее, конечно же, на этих орбах надо сделать какие-нибудь тайминги. Потому что тайминги это хорошо. Вот так вот. То есть теперь, если мы не поймаем тайминги на этих орбах, то мы не долетим до вот этого орба. Тут тоже такие части, которые довольно сложно что-то придумать, что можно бафнуть. Здесь, да, понятно, можно тайминг сделать. А вот в тех частях просто вот не знаешь, что сделать. На орбе тоже давайте сделаем какой-нибудь тайминг. Теперь приступим к бафу вот этой вот штучки. Ну и, естественно, тут можно поставить шип, а вот эти блоки убрать просто-напросто. Во-вторых, я думаю, можно поставить здесь мини-шип. Далее вот эти тайминги. Можно, в принципе, сделать какие-нибудь тайминги. Ну, получились не тайминги, а спам. Теперь бафаем эту штучку. Я думаю, в принципе, можно сделать так же, как и на той. То есть здесь убрать это и поставить шип. А здесь поставить, например, наоборот вот сюда шип. Дальше вот эти вот орбы, получается. Их тоже надо бафнуть. Сделать либо какие-нибудь тайминги. Либо, опять же, превратить это все в какой-нибудь жуткий спам. Ну да, можно это и вот так проходить. Ну и вот тут мне пришла интересная довольно идея сделать парт на мини-вейве. О, да, я прошел это. Ну и теперь уже, получается, я доделываю вот эту вот штуку. Не буду сильно сложно делать. Хотя, в принципе, можно поставить опять же вот сюда маленький шип. И, в принципе, все, получается. Уровень, наконец-то, готов. Теперь давайте я вам его полностью покажу. Конечно же, прохождение будет со склейками и со спидхаком. Конечно же, потому что... ... ... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что ж, на этом всё, я надеюсь вам понравилось данное видео, вы обязательно поставите лайк, а также если не подписаны, то подпишитесь на канал. Ну и на этом всё, всем пока! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...